Чем я начну, я хочу сделать важное объявление, дисклеймер перед лекцией. Я не собираюсь переубеждать кого-то в его убеждениях. Нельзя переубедить гомеопата в том, что гомеопатия не работает. Нельзя переубедить ВИЧ-диссидента в том, что ВИЧ вызывает спид. Нельзя переубедить антипрививочника в том, что прививки работают и нужны. Люди, стойкие в своих убеждениях, скорее всего выйдут из лекции и будут плеваться. Ничего нового. Я выбрала эту тему по двум причинам. Во-первых, очень мало нормальной, хорошо поданной информации в интернете, в частности. Я буду чуть попозже об этом говорить. И большое количество людей сомневается. Они не могут принять какую-то сторону. Да, хорошо это, нет, это плохо. Именно для них в первую очередь, для тех, кому не хватает инфы, моя лекция сегодня. Во-вторых, нужно развенчивать мракобесие. Я говорю это на каждой лекции. Нужно меньше ереси. Чем меньше будет ереси, тем меньше будет сомнений в своем решении. Я надеюсь, что сегодняшняя лекция поможет вам выбрать, сделать правильный выбор. Окей, мы разберемся сейчас, что такое вакцинация, но перед этим за последние 100 лет медицина шагнула вперед больше, чем за всю историю человечества, в принципе. И раньше инфекционные заболевания, они были основной причиной смертности в мире вообще. И из-за того, что они перестали быть основной причиной смертности, мы должны сказать спасибо двум вещам. Это вакцинация и антибиотики. То есть вакцинируя людей, они не заболевают, а если они все-таки заболели, у нас уже есть чем их лечить. Желтый график демонстрирует нам резкое снижение смертности от инфекционных заболеваний в США. Я думаю, что это можно переносить на весь мир. Вот эта вспышка, это смертность от испанки. Сюда все равно пошло на спад. А синенький график, это наоборот, увеличение продолжительности жизни. Качество жизни наше улучшается. Окей, вакцинация. Введение антигенов возбудителя какого-либо заболевания с целью вызова иммунитета к данному заболеванию. Что такое антиген, что такое иммунитет и вообще что там происходит, мы разберемся чуть-чуть попозже. А сначала немножко истории. В древние времена существовала такая процедура, еще в древней Китае, в древней Африке, которая называлась инокуляция. Больных натуральной оспой, вот так они выглядели, но легкой ее формой, им прокалывали вот эти пузырьки, которые возникали у них на коже и царапали кожу других людей. Был эффект. Действительно, часть людей не заболевала, но около 30% получали полноценную, нормальную, натуральную оспу и умирали от нее. Эффект был, но все равно 30% смертности, это достаточно много, я считаю. Интересный факт также тот, что вот эта фотография, это девочка из Бангладеша. Фотография 1973 года. В 1977 году ВОЗ объявил Бангладеш свободной натуральной оспой, а в 78-м, собственно, всю планету. Сейчас натуральной оспы нет в мире, циркулирующей, она есть только в лабораториях. В Англии существовало наблюдение, что доядки, которые переболели коровьей оспой, которая не была опасной для человека, никогда не заболевали оспой натуральной, которая, собственно, вызывает тяжелые осложнения и смерть. Вот так они заражались. И в конце 18 века Эдвард Энтони Дженнер решил изучить данный феномен, и после 25 лет наблюдений он привил 8-летнему мальчику Джейксу Фитцу коровью оспу. А через полтора месяца заразил его натуральной оспой, и мальчик не заболел. Подобными примерами он просто не заболел. У меня вообще ничего не было. А почему такая реакция? Где он мальчик? Мальчик, пожалуйста. Тут комитет по билетике. Процедура инокуляции проводилась в Англии даже в то время. То есть Дженнер, он хотел сделать эксперимент на себе, но дело в том, что ему вот эту инокуляцию, про которую говорил, сделали в 8-летнем возрасте тоже, в детстве. Он не мог поставить эксперимент на себе. Он сделал это маленькому ребенку. Согласие родители. Проверил эту гипотезу, гипотеза сработала. И вот подобными примерами он доказал, что возможно предотвратить инфекционное заболевание безопасно и нормально. Но данный пример плохо работал, потому что он был основан на похожести двух возбудителей, которые имели разную силу. То есть это было просто, если можно так назвать, совпадение. И только через 100 лет господин Луи Пастер специально, целенаправленно ослабил болезнетворность микроорганизмов, позволив миру таким образом создать препараты для вакцинации. Также именно Луи Пастеру принадлежит честь, то что он назвал прививки вакцинации, от латинского vacus это корова. Странно, для меня лично странно, что не женеризация в честь дженнера, но опек. Вот. И также удивительным является тот факт, что в то время, через 100 лет, конец 19 века, когда прививки Луи Пастера от бешенства и от сибирской язвы уже спасали тысячи жизней, Мечников и прочие товарищи, они только начинали открывать работу иммунитета и разбираться, собственно, как это все происходит. Вакцинация шла далеко впереди, чем понимание того, как это происходит. Эти марки, фотографии марок, я ставила специально, обратив внимание на то, что на двух из двух Луи Пастер изображен особенно вот здесь, с борющимся с помощью вакцины с бешеной собакой, что он придумал прививку от бешенства. От бешенства лечения до сих пор нет, кроме вакцинации. Вот. Окей, я обещала бы сказать, что такое иммунитет антигена. Антигена – это любое белковое, полисахаридное или другое природное вещество, которое является для нашего организма чужеродным. Вот. Что наш организм, наша иммунная армия не считает своим? Он глобально делится на два типа. Это врожденный, старое название, не специфический, и адаптивный, старое название, специфический, приобретенный. Врожденный и адаптивный – это вот современная терминология. Врожденный иммунитет, он присущ практически всем организмам. Он работает одинаково, он ничего не запоминает, нападает стереотипно на всех подряд. И он есть там даже таких примитивных созданий, как губки, грибки, но если вы не губка, вам этого недостаточно. На вас будут нападать еще побольше, покрупнее, и нападать регулярно, одно и то же, пытаться вас атаковать. В мире достаточно агрессивная среда. Вот. И вот этот вот адаптивный иммунитет, эволюция нам подарила, он бывает естественный и искусственный, а естественный и искусственный в свою очередь бывают активный и пассивный, и тот, и тот. И вакцинация – это активный, искусственный, адаптивный иммунитет. Мы активно, то есть иммунная система реагирует, она работает, но искусственно, то есть мы не даем человеку заболеть, мы вводим искусственные ему возбудители заболевания. И специфически, потому что мы против конкретного возбудителя вводим вакцину, развиваем человеку иммунитет. Поэтому вакцинация – это активный и искусственный иммунитет. Пассивный иммунитет – это, например, введение антител. То есть иммунная система не работает, она уже готова. Оружие. Теперь не специфический иммунитет работает приблизительно вот так. Это макрофаг гоняется за каким-то гиплококом. Вот он его так гоняет, вот он его начинает хавать, фокусирует. Сейчас я объясню, зачем я это показываю. Вообще очень милое такое, как мне кажется, видео. Так это добро какое-то несет. Вот представляете, ежедневно тысячи этих клеток за нас с вами бросаются грудью на амбразур, кидаются на все, что нас атакует, защищают. Поэтому как же можно не любить-то эти вещи. Это не специфический иммунитет. То есть у всех практически организмов стереотипно вот так происходит. Но на этом все не заканчивается, по крайней мере у нас с вами. Сейчас будет для биологов, наверное, минутка идиотизма. Но так как у нас все-таки научно-популярные лекции, я хочу, чтобы не просто вам на пальцах рассказать, что такое вакцинация, а чтобы вы пришли домой и козырнули презентацию антигена. В общем, это как анекдот для меня спущит. Я не знаю, можете смеяться. Но, по-моему, это забавно. Представьте себя, на кухне сидит макрофаг Стеллил Патема. Ютчай. У них большой дом, там в разных комнатах тоже макрофаги какие-то. В общем, сидят они, и у них все хорошо. Тут звонок в дверь. Макрофаг подрывается первый. Это не специфический макрофаг. Он сразу же встает, бежит к двери. Теллимфоцит продолжает пить чай. Значит, макрофаг открывает дверь. А в пороге стоит какой-нибудь. Что хотите, а потом? Стафилокоп просьба. Вот такой, эй, стафилокоп, как ты посмел? Да в наше жилище. Да почему? Начинает с ним в коридоре меситься. Теллимфоцит продолжает пить чай. Он не реагирует. Дерутся они, дерутся в коридоре. Макрофаг у нас хорошая сказка. Побеждает. Собственно, в полубессознательном состоянии стафилокопа берет за шкибару и кричит из коридора в кухню. Эй, теллимфоцит, у нас тут стафилокоп. И только тогда теллимфоцит, который уже специфический иммунитет, отставляет чашку чая, выходит в коридор, смотрит внимательно и говорит, да, ты прав, это стафилокоп. Вот этот процесс, это и есть презентация антигенов. И здесь это выглядит как... А вот, заходит стафилокоп, вот они дерутся, вот он ему показывает, вот он говорит, да. Но это же не вся картинка. На этом все не заканчивается. Эй, теллимфоциту надо что-то сделать. Он не знает, один этот стафилокоп, или они во все окна сразу полезли в этот дом. Он берет телефон и звонит, бейлимфоциту. Говорит, ребят, у нас тут проблема, у нас что стафилокоп, я не знаю сколько их, я-то его опознал, я вам его координаты по имейлу пришлю, как он выглядит, а вы мне пришлите к нему антител, потому что я тут один не справляюсь. И надо его запомнить, вдруг он еще придет через неделю. Бейлимфоциты говорят, окей, мы получим сейчас твои данные, антител сделаем, только быстро не получится. Нам надо все проверить, все построить, сопоставить, насинтезировать этих антител. И процесс такой в организме занимает от 3 до 5 дней. И проблема может заключиться в том, что когда бы лимфоциты, которым с района в центр далеко ехать, вести эти антитела, приедут, дома уже может не быть. Он уже может быть развален, сгоревший, с заваленной крышей. Они просто не успеют спасти несчастный макрофан, это лимфоцит, вместе с их домиком. Именно такие вещи мы предотвращаем, когда вводим людям вакцины. Мы нашей иммунной армии присылаем шифровку с портретом потенциального врага. Смотри, вот так он будет выглядеть. Вот он придет, он обязательно придет, но мы-то тебе разведка отправим. Иммунная система делает все по этой схеме, синтезирует антитела. И когда враг приходит в полной боевой готовности к нашему порогу, иммунной системе уже не нужно 3-5 дней. У них же есть мало того, что шифровка с его портретом, у них есть специализированное, высокоточное и крайне эффективное оружие, которое нужно только собрать. Но это нужно несколько часов. Таким образом, вы даже не узнаете, что вам кто-то пришел в гости, если вы вакцинированы. Потому что иммунная система это запомнила. Называется феномен памяти клеточного иммунитета. Такие дела. Что же мы можем вводить? Это все интересно, но что содержится непосредственно внутри той колбы, которая вводится куда-то? Вакцины могут быть живыми. Опасное словосочетание. Никогда не бывает в вакцине живого полноценного возбудителя, потому что он банально может вызвать заболевание. Ситуация бывает разная. Если вакцина живая, эта вакцина обязательно ослабленная. То есть... Живыми вакцинами, но ослабленными, являются такие вакцины, как вакцина от полиомиелита. Это те самые розовые капли, которые всем капают в рот. Также вакцины от хори, свинки, краснухи, туберкулеза. Вакцина ПЦЖ, она же поцелок, кальменный уроз. Также вакцины могут быть инактивированы. Это уже мертвые возбудители. Они никак не могут в живого превратиться. Соответственно, заболевания тоже здесь не могут. Это вакцины, например, от Коклюша или от гепатита А. Также вакцины могут быть субъединичными. Это когда мы возбудили... Я прошу прощения, можете выключить? Я не могу. Могут быть субъединичными. И это такой вот возбудитель, порубленный на куски, но тем не менее с антигенами, которые иммунная система опознает. Тоже эффективно. Есть мнение, я убедительных каких-то вот совсем стопроцентных доказательств, к сожалению, не находила. Может, кто-то видел? Подскажите мне, пожалуйста, что живые вакцины самые эффективные, а субъединичные самые неэффективные. То есть, чем ближе возбудитель к настоящему, тем выше шанс, что иммунная система ответит так, как нужно. Я считаю, что это как-то не очень корректно работает, ведь антигены-то одинаковые. Но при этом живые вакцины являются самыми опасными, потому что живая вакцина, она способна вызвать вакцино-ассоциированное заболевание, например, вакцина-ассоциированная к полиомиелит. И такие случаи, они обязательно рассматриваются на уровне Министерства здравоохранения конкретной страны, потому что это значит, что или были противопоказания к введению вакцинации, или вакцину плохо хранили, она мутировала в жилого полноценного забудителя. Также вакцины бывают рекомендантные, это генетически переделанные, скажем так, и вакцины, содержащие анотоксины, это, например, от столбняка или от гифтерии, это инактивированные токсины, которые непосредственно называются в том, как вываливание. А кому и зачем надо вакцинироваться? Правильный ответ всем. У меня, у лекторов, у всех присутствующих в этом зале, есть законодательно закрепленное право от государства получить бесплатную вакцину, которые в нашем государстве являются обязательными. Вот календарь прививок, который действует с 1 января 2015 года. Плохо видно, сложно, но я хочу обратить ваше внимание не на то, что тут написано, его можно найти в интернете. Во-первых, два момента, обратите внимание, с самого первого дня рождения, и начиная с 16 лет, каждые 10 лет, мы практически всю жизнь вакцинируемся. Это напряжено на самом деле довольно-таки, но эффективность превыше всего. Во-вторых, вот этот списочек внизу, это вакцины, рекомендованные дополнительно. То есть вот то, что в календаре, это не все вакцины, которые существуют в мире. Просто это те вакцины, на которые нашему государству хотело денег. Они их закупили и могут себе позволить вакцинировать все свои населения. По календарю, которые должны быть вакцинированы. А вот это вы можете купить дополнительно, если оно есть в вашей стране, и привить себя, пожалуйста, они существуют. Вот. На самом деле, надо не быть здоровым каждому отдельно. Это вот страшный разрыв шаблона. Вакцинация делается государством для нас, не для того, чтобы я или еще кто-то другой не заболел, вот конкретный человек, а для создания коллективного иммунитета. А что это значит? Это значит, что чем больше в обществе привитых людей, получивших вакцинацию, тем меньше шансов у непривитых заболеть. Потому что им банально неоткуда взять возбудительное заболевание. Мы не можем обеспечить вакцинацией 100% детей, потому что всегда будут какие-то противопоказания. Вот в общем 100 из 100, чтобы обеспечить. Но при этом, чем больше процент привитых в обществе, тем меньше у этих детей или взрослых, которым не так повезло со здоровьем, и у них есть какие-то противопоказания к вакцинации, шансов заболеть. Прививаясь, вы защищаете не только себя любимого, но и тех, кому меньше повезло. Вот эти дети, они в детском саду смотрят с радостью на своего непривитого друга, потому что они так привитые и знают, что он не заболеет, общаясь с ними. Точно так же соседи на лечной щеклетке защищают непривитого соседа. В детском саду дети защищают непривитого ребенка в школе, в институте. Именно в коллективном иммунитете суть вакцинации такой вот всеобщей. Но есть противопоказания. Помимо того, что мы отталкиваемся от того, что вакцины показывали всем. А если есть противопоказания, мы вакцины не делаем. А противопоказаний реальных намного меньше, чем склонны выписывать педиатры и невропатологи на территории бывшего СНГ. И я перечислю основные, но вы обязательно должны помнить о том, что прежде чем вы решите сделать себе какую-то прививку, вы должны все равно проконсультироваться с лечащим врачом. Во-первых, тяжелая реакция или осложнение. Что имеется в виду? Под тяжелой реакцией имеется в виду опухоль, покраснение, отек в месте введения вакцины больше 8 см. Подъем температуры больше 40 градусов. Под осложнением имеется в виду развитие анафилактического шока, коллапсов или судорог при нормальной температуре. Это важный момент. Если у ребенка судороги при высокой температуре, к сожалению, это происходит. Это довольно нередкое явление у детей. Судороги при высокой температуре не являются противопоказаниями для вакцинации. Чем чаще ребенок болеет гриппом, чем чаще у него сопли, тем больше у него нужда в защите. Вот логические совершенно вещи. Это не иммунодефицит. Увеличение тимуса – нормальное состояние для ребенка первого года жизни. Это не иммунодефицит. Иммунодефицит – это врожденные иммунодефициты. Это онкологические заболевания. Это СПИД. То есть вот это, да, это противопоказания. Щетко. Иммунитет плохо работает. Мы не будем рисковать. Так, грипп, нет, грипп с температурой, да. Следующий вот пункт. Если есть температура, подождите недельку. Сильно переживайте, сделайте анализ крови. Кровь чистая – отличный способ. Можно прививаться. Не надо там 4 недели ждать. Беременность – противопоказания для введения живых вакцин. Я перечисляла. Кулиомиолит, туберкулез, эцетерон. Все остальное, пожалуйста, можем вводить. Аллергии. Такие аллергии, как, например, на белок куриных яиц, они являются противопоказанием для вакцинации от гриппа, вакцины КПК, которая шифровывается как корь, паратит, краснуха, и от вакцины желтой лихорадки, потому что они выращиваются на культуре зеечного белка и могут вызвать аллергию. По той же причине противопоказанием для вакцинации от гепатита B является аллергия на пекарские дрожжи. И неврологические заболевания с прогрессирующей симптоматикой. ДЦП, эпилепсия – это не противопоказание для вакцинации. Если у вас нормальный врач, он сделает так, что вакцина не вызовет осложнений. Важный момент. После вакцины… Это хорошее уточнение, если у вас хороший врач. Ну, это уже моё задание рассказывать, как надо. Вот. Такой момент важный. Вакцина может вызвать реакцию. Это нормально. Понимаете? Когда у вас чешется, отекает, краснеет, поднимается температура и даже опухает в близлежащий лимфоузел, это не капец. Это всё хорошо. Эта иммунная система реагирует. Ей не всё равно на то, что вы там ввели. Не надо бить тревогу. Говорит, всё капец, у меня реакция на эту вакцину. Отдельное осложнение. Да, анафилактический шок. Разобрали. Вакцина-ассоциированная заболевания. Разобрали. Пожалуйста, разбираемся. Не верят вам, скрывают. Рассказывайте журналистам. Ну не надо бежать к врачу и говорить, что вот он козёл назначил мне вакцину, у меня тут опух палец. Ну, посмотрите, ребёнку меряют по полу после БЦЖ. Вот сюда, которое делают на 3-5 дней. У ребёнка всё в порядке. Но красное оно пушит. Это нормально. Моя любимая часть. Антипрививочники. Рулес. Открытие, сделанное моей мамой. Вбиваешь. Вот сидит человек дома. И он говорит, хм, почитаю, как я про перебивки. Вбиваешь в гугл. Ребивка это. Что он видит? Нормально. Да? Прискивание заразы и яда прямо в кровь здорового человека, минуя природные барьеры и центры распознавания опасности. Последствия вакцинации сказываются всю жизнь. Да, я не болею всю жизнь. Значительно ухудшая её качество. Общеизвестный миф о пользе перевивок имеет общемировой статус. И только второй ссылкой в Википедию. Всем привыкла, что первая на Википедию. А что первая ссылка? Это какой-то руслекарь-инфо. Реклама. Просто понимаете, сразу определение. Не ссылка на руслекарь, а вот кусок текста, который первый. И вот сидит человек без медицинского образования, вот такой, не понял, переходит на сайт, а там такие вещи и вот типичные приёмы пропаганды, и кусочек правды смешанный с огромным количеством вранья. Вот при этом приправленные эмоциями, потому что эмоциональный отклик всегда сильнее каких-то фактов. И он такой начинает думать, блин, что-то, наверное, скрывает-то от нас мировой заговор. На самом деле, вот небезопасность прививок, прививка по соотношению, вакцинация по соотношению польза-риск, является одной из самых безопасных манипуляций в мире вообще. У вас шанс умереть после похода к стоматологу намного выше, чем после прививки. А также умереть после прививки риск в 3-5 тысяч раз меньше, чем умереть от заболевания, от которого мы не прививёмся. Кто-то боится в зале умереть от краснухи. А если вы сделаете прививку от краснухи, ваши шансы умереть от неё снизятся на 3 тысячи раз, в 3 тысячи раз. По моему мнению, не кликается. Вторым общеизвестным таким аргументом является то, что не прививки помогли побороть инфекционные заболевания, а улучшение качества жизни. Очень наглядная диаграмма. Вертикальная чёрная линия демонстрирует время, когда начали вводить массовую вакцинацию. Это от кори в США, от 50 американских штатов. Чем интенсивнее цвет, чем ближе к красному, тем больше уровень заболеваемости на 100 тысяч вводится в прививку. Смотрите, что происходит. Он приближается к нулю. То же самое с полиомиелитом. Животрепещущая тема нынче. Вот, смотрите, вводится. Здесь есть пустота. Связана с качественной жизнью. Ладно, окей, окей, без проблем. Любимая тема любимого раздела. ТПК-вакцина. Корь, парасит, краснуха. А в Америке, Англии называемая ММР-вакцина. Вызывает аутизм. Это неправда. Вот этого товарища, у меня проблемы с именами. Эндрю Уэйфилд, его зовут. Значит, он в 99-м году выпускает журнал «Ланцетк» статью о развитии аутизма у детей, которым сделали прививку ММР. Вот это КПК. Значит, данные достоверно вроде как выглядят. Те же темы, кстати, что с гомеопатией, на самом деле. Вроде все похоже на правду. Начинается массовая паника. Там капец какой-то люди начинают отказываться от вакцинации. Но аутизм. При этом, как бы, те случаи аутизма, которые он отписывал, они не похожи на типичный аутизм настоящий. Но вот все равно он есть. Значит, народ начинает массово отказываться от вакцинации. Начинается массовая истерика. В 2008 году 10 лет потребовалось для того, чтобы лишить этого господина медицинской лицензии за подделку результатов эксперимента. Ладно, окей, если бы он подделал, может, Слава хотел какой-то. У него был совершенно четкий личный интерес. Перед тем, как опубликовать в Ланцете свою статью, он подал патент на свою собственную разработанную ММР-вакцину, другую, типа, которая не вызывала аутизм, естественно. Во-вторых, он подал патент на экспресс-тест на выявление вируса кори в крови для домашнего использования. И в 99-м году должен был состояться, через год после этой статьи, состояться уже массовый старт продаж вот этих вот вещей, новой вакцины и нового экспресс-теста. Но его не состоялось, к счастью. Он был полностью развенчан, этот миф. Его решили навсегда медицинской лицензией, он там судится. Но колесо пропаганды, собственно, было уже запущено. До сих пор отказываются люди массово от вакцинации, вакцины КПК, что приводит в вспышки заболевания. И ВОЗ, которая в начале 90-х годов заявляла, что мы поборем корь к 2010-му году. У них были такие планы, что на планете Земля не осталось кори вообще. Они сначала подвинули этот срок до 2015-го, а сейчас они вообще боятся какие-то прогнозы давать, потому что я вам покажу график. В 2014-й год это жирное, красное. Просто вообще разрывной вспышка заболевания в Америке именно на корь. То есть они никогда этого не видели. Смотрите, вот предыдущий, 2001-й год, 2013-й год. У них все рвануло в позапрошлом году эта корь. И уже о 2015-м годе, конечно же, не может идти никакой речи. А с чем это связано? С отказом от вакцинации. У них просто процент вакцинированных уменьшился статистически, упал. Именно в 2014-м году? Упал раньше, в 2008-м году было не все так плохо. Почему-то вот именно набрала популярность после 2008-го года эта тема. И вот он чуть-чуть ползет, ползет, ползет вверх и выпрыгивает в 2014-м. Ну, у народа шок. Они не успевают этот диагноз ставить. В Англии было чуть раньше. Статья-то вышла в Англии. И у них была вспышка в 2008-м году. У них вообще очень массово было. А в Америке вот именно такие данные. Ну, собственно, по-моему, товарища-антипривычники называют их владомучеником, что он за науку пострадал и получил. А, второй момент. Люди очень боятся страшных слов. Типа формальдегид, алюминий, ртуть. Формальдегид, алюминий, ртуть есть в прививках. Да, это правда. Я не могу с этим посторить и обманывать вас. Но, как всегда, есть момент. В вашем организме, за то время, пока я тут вещаю, выработалась формальдегида больше, чем вы с любой прививкой получите, в принципе, вообще, когда-либо в жизни. Алюминий есть в прививках. Токсичный, в чистом виде для нервной системы. Но в прививках он-то не в чистом виде. В виде основания. И используется исключительно для привлечения лимфоцитов вместо воспаления, для развития местной воспалительной реакции. Быстрее иммунная система реагировала. Ртуть есть, была точнее. Ртуть связывали, в том числе, развитие аутизма с наличием ртути в вакцинах. Ртуть там была в составе так называемого теомерсала. Это консервант для вакцин. В чем был его плюс? Можно было из одной банки вакцинировать несколько человек. То есть, брать банку на несколько доз. Что удешевляло себе стоимость вакцины. И за одну дозу надо было платить меньше, чем за несколько. Можно было одну банку на 10 детей купить, на 20 детей. Там есть атом ртути, который в организме... Мало того, что в пересчете на килограмм токсическая доза намного меньше, там очень сложно подействовать на нервную систему или на что-то другое. Он в организме сразу же распадается на этилртуть. На другой метаболит. А этилртуть, она не накапливается в организме. Она выводится полностью там. 30 дней они дают. Совсем, совсем, совсем не было у новорожденных детей. 30 дней нам уведения вот этого метаболита. В отличие от метилртути, которая накапливается... И знаете, где есть метилртуть? В морепродуктах. Ну, вы что-то не отказываетесь от суши? Такие вакцинаторы. И ВОЗ в 99-м году после, в той самой статье, он поддался панике и запретил использовать в качестве консерванта в вакцинах, что привело исключительно к тому, что люди в бедных, малообеспеченных странах вынуждены воплотить больше за одиночные дозы вакцин. Случа хорошего не сделала. Каждый год аргументы меняются. Я вот рассказала, да, все правда, но. Да, правда, но. Или нет, не правда. Я встречала такие безумные идеи. Там есть обезьянные почки, клетки. Там есть абортированные, типа, эпители абортированных младенцев, на которых выращиваются вирусы и потом вам вводятся. Вообще, клетки это яд. Каждый год меняются аргументы, правдивость их то увеличивается, то уменьшается. Наша с вами задача, это вот тот скриншот с Гугла, чтобы на первом месте стояла нормальная, хорошо рассказанная информация, чтобы человек мог получить две стороны одной медали и решить, что для него лучше. Я считаю, что голос интеллигенции врачебной должен звучать громче и развенчивать ересь. Я надеюсь, я сегодня чуть-чуть вам в этом помогла. У меня практически все. Помните, пожалуйста, что ваше здоровье, оно в ваших руках. Берегите себя и никогда не болейте. И еще, у меня в тизере было про манту. Манту можно мочить. С удовольствием отвечу на вопросы. Да, пожалуйста. Кому может быть выгодно разгоняние форсажа ереселья о том, что вакцина это была? Производительно прекрасно. Я вопрос это себе задавала неоднократно, и есть даже несколько исследований. Знаете, у меня нет чего-то конкретного. Я знаю, почему это происходит, почему люди склоняются к этой точке зрения, почему они начинают так думать и двигаться. Общаясь с противниками ВИЧ, с ВИЧ-диссидентами, общаясь с противниками вакцинации, они считают, что они благую идею несут в общество, в мировой заговор, а мы, рассказывая правду, мы можем его остановить. То есть у них исключительно, практически у 98% повернута идея блага всеобщего, что мы же обман должны вскрыть, мы же должны быть все здоровы. Так это как бы одинаковые мотивы. Сейчас, одну секундочку. При этом они, как это сформулировать, информации в интернете на этот счет почему-то больше. Вот, ну смотрите, у Эйкфилда был совершенно материальный интерес. При этом он авторитетный ученый, опубликовавшийся в авторитетном журнале. И почему бы ему и не верить? Вот если сейчас возьмет кто-то, не знаю, Хокинс, опубликует какую-то маркобесие, ему там все равно поверить сейчас в людей, что авторитет. Вот, и информации в интернете больше, соответственно, вот это, знаете, как геометрическая прогрессия возрастает. Ты начинаешь гуглить прививка этого, натыкаешься на прививка этого. Про процесс обстранения паники, он, в принципе, известный описан. Вот именно сами точечные вбросы, они откуда вообще? Кто их может генерировать? Генерировать могут люди, дети, которых заболели после вакцинации. Понимаете? Очень сложно переспорить человека, который говорит, мой ребенок, не знаю, получил тяжелые неврологические осложнения после АКДС. Она токсин клюшно-диктерийно-столбнячный. Вот. Ну, а дальше оно вот как-то распространяется. И реально вот конкретного ответа у меня нет даже на этот вопрос, хотя я его себе регулярно заберу. Почему? Мне кажется, это, по-моему, это сенсация. Всегда журналисты приходят, чтобы что-то вытащить. Никто не пишет, что принялось столько, и благодаря этому не заболело столько. Ну да, это честно. Сегодня в мире выжило около 100 миллионов людей. Да, вы, наверное, правы, потому что это же против системы. И тут вот такой случай. Никто не выпустил. Знаете, канал добрых новостей, его не бывает. Сегодня не заболело столько людей. Вы совершенно правы. Скорее всего, это тоже один из мотивов. Спасибо. Ну да, сегодня не заболело тысяча людей. Это не сенсация. Вы правда. А, да. Можно вопрос? Да. Почему все ваши графики, это что происходит в США? Потому что у них нормальная статистика. Хорошо. У нас тоже есть какая-то статистика. Почему? Ладно, даже если не статистика. Здесь украинские... Тогда почему должны приниматься? ...соборить себе достаточно качество, для вакцинации, и дорогую, и так далее. То есть США это одно, а мы это другое. В смысле в том, что деньги, вакцинация, все-таки это дорого. Правильно? Сделать вакцину в 10 раз дешевле, чем лечить заболевания, которые вызываются возбудителем. То есть и государству выгоднее привить, чем потом в 10 раз дороже лечить. Не факт. Почему? Ну, кто за таблетка ему стоит? В какой веке? Я говорю про государство, а не про фармокомпании. В государству нужны здоровые люди, рабочая сила. Давайте я отвечу на вопрос, ну, типа в хронологическом порядке. Во-первых, почему статистика из США? Потому что у них, в отличие от нас, статистика настоящая. Возможно, это сейчас чуть-чуть будет длиннее, чем вы ожидали. Я вам приведу пример. Во-первых, из частных, ни на диктофон, ни на камеру разговоров с педиатрами, некоторые говорят цифры, у нас на участке привито 10% детей. Вы представляете, 10 детей, из них привито вен. Это очень мало. Это нельзя показать никому. Во-вторых, прихожу в больницу, открываю карточку, надо было справка к этому, или что-то. Значит, число совершенно какое-то левое. Моя карточка личная, это вот то, что я видела, трогала своими руками. У меня не было в больнице в этот день. Запись. Температура 36,6, давление 120 на 80, пульс там по 65. Проведена вакцинация АКДС. У меня не было в больнице в этот день. Число, конец декабря. Статистические отчеты надо подбивать. Я не вакцинирована в 16 лет от АКДС. Понимаете, вот так делается в нашей стране со статистикой. Поэтому статистика США. Вот только по этой причине, что я им намеряю, нашим я не намеряю. Хорошо, а качество вакцины? А что вы имеете в виду под качеством вакцины? У нас вакцин украинских, точно не скажу, но то, что покупается, в принципе, оно нормально. А последний скандал с полиомиелитной вакциной, который... Отличный вопрос, сейчас, одну секунду. Все вакцины, которые приобретаются, они как бы сертифицированы. И если они покупаются у нормального производителя по нормальному тендеру, в принципе, сейчас нормальная ситуация. Поэтому вопрос, вот последние пару лет, там все в порядке. И приезжают они хорошие, но с ними тут может произойти беда. Их могут плохо хранить, их могут там неправильно перевозить, транспортировать, неправильно колоть. То есть низкая квалификация среднего медперсонала, который за это отвечает, и врачей. И вот тут они могут испортиться. Оно закупочное, а не хорошее. Как найти действительно хорошую вакцину? И будет уверена на то, что здесь делать действительно... И стоит на это здесь у нас делать. Делать действительно хорошую вакцину, которая хорошо сохранялась? Если вы не доверяете поликлинике, лучшее, что вы можете с собой сделать, это купить вакцину. Сейчас топовый производитель ГЛАКСа, это великобританские вакцины комбинированные, для детей я имею в виду. И для взрослых, там ангипотиды В в том числе, они и в нормальной аптеке. Аптеки за этим, поверьте мне, следят намного жестче. Я работала в аптеке. Вы можете спросить, у вас есть на это право? Ну хорошо, на все право разрушается, а некоторые нет. Я не уверена даже, что и сам врач может рассказать о качестве этой вакцины. Поэтому я здесь. Вопросы, можно? Какие практические моменты? Смотрите, я тут с вами знакомых, некоторые из них новым путешествуют. Какой смысл, допустим, уезжая в Индию на 2-3 месяца, обколоть свою пятую точку там много раз, чем угодно? Во-первых, не надо обколоть. Не надо обколоть. На сайте ВОЗ. Или же в Африку, допустим, от людей, которые валютают, они точно знают, что им там нужно. Я поняла вас. Во-первых, смысл есть. Я просто не знаю, кто как, но я предпочту не заболеть, чем потом умирать. Или просто долго и тяжело лечиться. Смысл есть. Потому что вы взрослый, и если вы путешествуете в Африку, наверняка вы уже там не 5-летний, не 2-летний ребенок, и вы прошли тот период интенсивной вакцинации. На сайте ВОЗ существуют конкретные списки под конкретные страны. И там не надо обколоть, там не миллион прививок. То есть вы не должны колоть себе все подряд. Вы заходите на сайт ВОЗ, выбираете страну, и там пишется конкретно, в данной стране есть опасность заболеть конкретными заболеваниями. Их обычно не больше 2-3. Вам не надо себя накалывать всем подряд. Вы выбираете вот те прививки, покупаете, достаете вакцину или идете к врачу, говорите, я хочу, сделайте, я уезжаю. Или можете в посольство, даже есть такие схемы, я о них слышала, сама не делала, но слышала. обратиться, я хочу уехать, я хочу сделать. То есть, все подряд не надо. Косторство, где обратиться? Не Кукуринское. А вы сошлое страны, куда едете? Они должны вам подсказать, потому что это в том числе и их работа. А что следующий момент, такой отличный вопрос. Все взрослые люди, я думаю, вот это не только у моих соседей, возник вопрос по поводу о крови гепатитах, да? Что еще стоит взрослому человеку вот сейчас, допустим, в нашем бодусе, то есть, чего стоит еще вакцинировать? Смотрите, у нас уже пришел, да, с гриппом, там интересная тема, это очень тоже, так еще 15 минут надо рассказывать, потому что там каждый год меняется штамма, они мутируют, и это предугадать сложно, это как погода, а погода 50 на 50. Вот. Насчет того, смотрите, ну, в принципе, да, тут взрослые, вот, наше поколение еще не прививалось гепатитом В, то есть, я вам strongly recommended сделать прививку от гепатита В. Это обойдется вам около 200 гривен за 3 прививки. Все выходим к стоматологу, рано или поздно кого-то будут резать, кого-то не будут, зачем вам эти риски? А такой момент по поводу гепатита В, если человек есть носитель, не нужно, уже не нужно. Не, а если он не знает, делаете, а, да, кстати, отличный вопрос, перед вакцинацией гепатита В всегда делаются антитела к антигену, всегда, просто так вы не можете сделать, вы можете, но это очень плохо, и если вы являетесь антитела к гепатиту В или антигену гепатита В, уже прививку не нужно делать, ваш организм уже инфицирован, так или иначе. Можно хуже сделать? Да, конечно, будет только хуже. Ребят, я думаю, что, наверное, Глеб, я тебе расскажу, влечу нашу. Да, что здесь... С полиомиелитом скрашивали, недавний скандал. О, с полиомиелитом какая тема? Во-первых, в которой дети заболели, там два ребенка надо копать, они не привиты были. Это важный момент, они без прививок. Второй момент, я даже не знаю, просто как кратко, очень быстро. от полиомиелита есть две вакцины, есть вот эта живая, то, что я говорила, розовые капли, есть инактивированная, она в шприце, в мышцу. Живая плоха тем, что вызывает вакцин ассоциированный полиомиелит, очень редко, но может потенциально. Хороша тем, что вызывает местный кишечный иммунитет, а полиомиелит передается пекарно-оральным путем с грязными руками в рот. И когда вдруг совершенно там с немытыми руками ребенок заражается вирусом полиомиелита, он уже у него на стадии кишечника останавливается и не выходит. Соответственно, в окружающую среду в канализацию не попадает. В 2002 году ВОЗ объявила Украину страной, свободной от полиомиелита. В том же году был пересмотрен календарь и теперь нас вот всех с вами прививали три раза от полиомиелита, все три раза розовыми каплями живой вакциной в рот. Теперь делают первые две прививки укол, а третью вот эти розовые капли, потому что полиомиелит типа нигде не циркулирует. При этом уровень вакцинации и вакцинированности населения упал, как мы с вами уже выяснили, и вот этот вот полиомиелит, он мутировавший дикий из вакцины, и вот это проблема, потому что он реально из вакцины, это признают даже санитарные врачи. Скорее всего он связан с низким уровнем вакцинации, или, например, с ситуацией, когда мама отказалась от первых двух прививок ребенка, вот этих инактивированных, а третью ему по-тихому сделали в школе. Ну вот, например, такой момент возможен. И он пошел в окружающую среду. То есть вот так вот облажалась Украина со статусом свободной от полиомиелита страны. Сейчас мы лишены его. А может все-таки десять раз... Да. Какие люди здесь делали, которые обязательно будут? Все по календарю. Помимо них ничего. Причем болела? Болела. Редактор субтитров А.Семкин